Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с тобой сегодня будем продолжать играть в Papers, Please, в бумажки, в наши с тобой любимые бумажки. Репутация Ростоцки под мужчина задает на вопрос газета. Республия отказала антигрианскому разоблачителю в убежище, и ничего больше полезного здесь в принципе и нет. Не понял особо ваших комментариев по типу, зачем ты деньги, ну почему ты деньги тогда не берешь, если пропускаешь, например, членов вот этого вот, как это правильно называется, вот этого вот клана. Хрен его знает. То есть взятки это плохо, взятки это плохо. Хотя, конечно же, на самом деле я бы мог взять деньги, переселить свою семью в более какой-то престижный дом, в престижную квартиру, каждый день их кормить, пойти, радовать там отоплением, например, лекарства хорошие покупать. Но пока что денег хватает на жизнь, мы с тобой взятки брать не будем. Хотя можно попробовать, но нет. Ростоцка, Министерство въезда, официальный бюллетень. Министерство юстиции попросило нас о помощи, ежедневные бюллетени теперь будут содержать список трех самых разыскиваемых международных преступников. Сверяйте фотографии с лицами въезжающих, подозреваемых задерживать немедленно. Чё такое? Слава Ростоцки, посмотрите себе страницы. Разыскиваются вот такие вот чудики. Понял. Так, а дальше чё? Дальше ничего. Короче, мы вот с тобой будем искать вот этих вот трех людей. Выглядят они не очень. Женщина, короче, два мужика. Есть Мордатый, Лысый и Баба Скаре. Неясно, в общем-то. Так, не особо понял я, не особо помню, точнее, пропустил ли я второго человека или нет. Был какой-то Михаил Саратов, был, да. А вот этот был, нет. Стефан Гра... Граер, короче. Был или нет, не помню. И ещё сказали, что можно пропускать машиностроителей, машиностроение вот это вот без проверки документов. Ваши документы, здравствуйте. Опа. Тихо. Прям, смотри, прям... Арест. Арест. Арест, арест, арест. Пожалуй, вам не стоило сюда приезжать. Мне сказать нечего. Не ожидал вас здесь увидеть. И как раз тогда, когда мне велели ловить преступников. Преступников? Это про что? Ну, нихрена себе, какой я внимательный, короче, бабень вычёркиваем. Здравствуйте. Здравствуйте, женщина. Варстовский транзитом. Так, если ты транзитом, останешься на пару дней. Транзит на пару дней. Волосы тёмные, 61 килограмм. Всё верно. Ну, вроде как тёмный. Это не особо цветная прям игрушка, чтобы здесь был... А, ну, тёмные, тёмные, ладно. Так, паспорт у тебя недействительный. Женщина, до свидания. Отказ. Отказ. Срок действия документа истёк. Что? Не может быть. Мне его только что продлили. К сожалению, прошу вас покинуть пост и не задерживать очередь. Так, не, не похож. Так, паспорт Арстоцка, 87 килограмм. Мне кажется, что-то он должен тоже мне дать. Нет, разве? Виза на въезд. Полмужчина. Что-то так, ага. Что-то подожди, мне кажется, что-то он должен ещё давать. У гражданин граждан должна быть личная карта. Да, да, есть. Для работы. Так, а, ну, в целом... Не, в целом тогда всё верно. Похож? Похож. Гримский Тули. Туля Гримский. Паспорт действительный. Номер паспорта здесь сверять не с чем, поэтому... Ой. Поэтому разрешаю. Въезд. Давай, дружище, проходи. Слава Арстотске. Ну, конечно же. И следующего пропустите, пожалуйста. Не, не похож. Машиностроение. Так, держи. Держи. Ты можешь тут обмануться, только, как мне сказали, с не особо правильным временем здесь пребывания. Поэтому, в принципе, здесь должно быть верно всё. Давай. В путь дорогу. Вроде как у них не должно быть никаких ошибок. Так, не похож. Так, ваши документы. Цель вашей поездки. Мне дали работу. Продолжительность визита. Месяц другой. Где у тебя разрешение на работу, пожалуйста? Скажи мне. А, не, подожди. Въезд для иностранцев мне нужен. Мне не сказали, что оно потребуется. Но, к сожалению, мне придётся тебя, так сказать, не пустить. Извини, пожалуйста, женщину. Или кто ты там? Женщина. Что не пускаю тебя. Но делать нечего. Правила такие. Ты должна была мне дать бумажку. Слушай, очень больно похож он. Транзит. На два дня транзитом. Ну-ка, поехал. Поехали, давай. Всё, счастливого пути. Что происходит? Арест происходит. Что происходит? Как ты сам считаешь? Вот пришёл человек на пункт пропуска. Его задержат, он спрашивает, что происходит. Угадай. Так, не, не похож. Вот дерьмо, ошибся немного. Не понял немножко, он что-то дал мне не то, я просто не проверил. Смотри, как у нас с тобой полдня прошло, уже семь человек прошло через нас. Здравствуйте, женщина. Так, ты не похожа. Я здесь просто транзитом. Пару дней транзита. Пару дней транзита. Правильный номер паспорта совпадает он у нас. Опа. А, не, не опа. Волосы прямые, 55 килограмм совпадает. Здесь круглая печать с названием. Да, и всё хорошо. Антегрия вроде бы похожа. Женщина. Андрея Суткова. Андрей Суткова. Так, ну, вроде как бы всё... Вроде как бы всё правильно. То есть печати мне нужно, конечно, проверять. Но здесь вроде бы всё верно. Не могу ничего сказать. Если чё-то неправильно, сильно меня не бейте. Вот когда они говорят... Подожди, отпечатка. Она же мне не дала отпечатка. На пару дней транзит. А паспорт твой где транзит? Я просто вот не понял немножко, где... Где я должен был взять её отпечатки? Вне... А, вне... Так, виза на въезд только для отказов. Давай, счастливого пути. А, тебе ещё... Ещё твои бумажки нужно отдать. Сама взяла уже. Иностранцам нужно вот это вот, видимо, да? А, нет, подожди. Она мне даст тогда вот свою бумажку. А как я у них должен брать отпечатки? В гости это всё. На один месяц. В гости на один месяц. Въезд действительный. Паспорт. Номер, по крайней мере, я так понимаю, совпадает. Брайан. Лукашка совпадает. Вроде даже как похож. Лысина. А где Лысина? Есть у неё Лысина? Нет? Данные совпадают. Это хорошо. Нет, в смысле, нет связи. Дай мне, пожалуйста... А есть у меня сканер какой-нибудь? Как мне его от этого... Как мне его отсканировать-то, чтобы я у него этот рост посмотрел, вес посмотрел? Мне, типа, сказали при наличии. А где ж я его сверять должен? Расскажите мне, пожалуйста. Подожди. Не похож? Совсем не похож? Блять, да похож одно лицо прям. Блин, я... Подожди. Откуда я должен взять у него... Вот этот вот съёмок. 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 Снимок, блять. Съёмок. С пальца. Данные совпадают. Контрабанда оружия. Разрешение. Блять, не знаю. Короче, это всё совпадает, это всё совпадает. До свидания. Ой, до свидания. Счастливого пути. Так, это не тебе, это вот... На, вот. Наверняка ошибка какая-то будет, потому что я чё-то не проверял ни черта. Нет, смотри-ка, нет ошибки. Здравствуй, женщина. Так, у тебя чё? Арстотская личная карта. Хорошо, личная карта есть. 49 килограмм не совпадает. Вы выбраны для случайного досмотра. Ну погоди, ну смотри, я должен... Как должен на неё рост посмотреть? Как вот, где тут рост? Где здесь мерки? Как я должен увидеть рост? Не особо понятно мне это. Ой. О-о-ой. Никакой контрабанды. Никакого оружия. Ты всё, ты... Ты зря сюда пришла. Вы это видите? Нет, не вижу. Я просто докопался. Что случилось? Ты сама-то как думаешь? Мне кажется, ты должна прекрасно понимать, что ты попала. Привет, мужик. Промышленность. А, нет, подожди. Машинстроение должно быть. Похож, по крайней мере, по фотографии. Вес похож. Максимилиан Рейнер похож. На два месяца по работе. Так, смотри-ка. Номер паспорта Артек РМРГ Куб совпадает. Разрешение для въезда совпадает. Разрешение для внешних данных совпадает. Разрешение на работу совпадает. Максимилиан Рейнер совпадает. А вот насчёт вот этого я не помню. Честно тебе говорю. Документы. Подожди, документы. И для начала разрешение на въезд мы посмотрим. Да, нормальное разрешение на въезд. И теперь давай посмотрим разрешение на работу. Разрешение на работу может быть вот таким. Да, всё хорошо. То есть всё в принципе у тебя верно, дружище. Давай-ка ты пойдёшь работать куда пришёл. Молодец. Как много ты мне бумаг надавал. Я прям не могу, сил нет. Смотри, ошибка. Нет ошибки. Какая красота. Голодный сын, больной. Все голодные. Сын болеет, нужно лекарство. Улучшение. Двойной щелчок для быстрой проверки. Доступна квартира седьмого класса. Квартира тридцать, отопление десять. Переехать в класс. У меня нет денег столько. Могу улучшение только купить. И, собственно говоря, им не холодно. Поэтому отопление можно и убрать. Двойной... А что за двойной щелчок? Куда мне его нужно щёлкнуть, чтобы проверить? А? Уникальные операции на позвоночнике. Их не умеют делать нигде, кроме Арстоцки. То есть ко мне сейчас будут ещё приезжать наверняка какие-нибудь больные люди, чтобы сделать операцию. Декабрь седьмое. Седьмое декабря 982 года. Разыскиваются совсем другие люди. Кстати, вроде как я не пропустил никаких лишних людей. То есть они вроде как... Я всех поймал, которые проходили через границу. Забыл, как звать другого человека. Давай посмотрим. Как он там? Стефан Гра... Г... Г... Райер. Так, чё тут? Ничего. В бумажке больше нового ничего нет. Цель поездки. Я хочу навестить друзей. Это то есть в гости на 14 дней. В гости на 14 дней. Совпадает, совпадает. Номер паспорта вроде как тоже. Рор Оленович. Рор Оленович совпадает. Мужской полцунгейда совпадает. Так. Печать вроде правильная. 87 килограмм. Вроде правильно. Подожди. А как я должен... А на кой если у меня есть пробел, а? Нет связи. Ну и ладно. Проходи. У него есть короткие кудри. Поэтому я вроде как не вижу причин его не пропускать. Блядь. Я иногда что-то не посмотр... Чё это такое-то? На, 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 на. Нам стоит эвакуироваться? Из-за этой еруны? Нет, конечно. Просто отключи её. Открой крышку. Ну и дебилы, террористы. Не могли дисплей поставить. И что мне делать теперь? Никогда не видел такой дурацкой бомбы. Её собрал какой-то тупица. Просто перережь провода в правильном порядке. А, первый. А, второй. Третий. И четвёртый. Ну вот, всё готово. Возвращайся к работе. Надо закрыть пункт. Чушь собачья, мне сегодня надо денег заработать. Давай мне бомбу. Я продам её по частям и дам тебе долю. На, полная дрянь. За неё, небось, и денег нормальных не выручишь. Вызывай следующего. Я не посмотрел на внешние данные. Точнее, на срок внешних данных. Я только на вес посмотрел и понял, что правильно всё. Так, ты вроде не похож на никакого уголовника, поэтому всё хорошо. Так, работа... На один месяц. На один месяц по работе. Понял. На один месяц по работе. Номер паспорта у тебя. Правильный. Мужской пол. Так, Андре Олсен. Олсен. Андре. Паспорт действительный. Въезд действительный. Иракеза есть. 61 килограмм есть. Всё вроде как правильно, поэтому... Почему мне тебя нужно задерживать? Счастливого пути, дружище. Иди поработай. 60... Даже вес правильный. То есть здесь... Вроде как не докопаюсь. Не знаю. Если только печать где-нибудь неправильная, да? Ну, я не понимаю, как рост можно посмотреть. Но подожди, где... Вот он он, рост. Вот он он, рост. Чё я смотрю-то на рост? Вот он он, рост. Я прослушал, чё он сказал. Так, останусь на пару месяцев работа. Пара месяцев работа. Машиностроение. Давай, на, счастливого пути. Что это? Это тебе вот. На, заходи. То есть я всех всем отдал. Уже эти визитки. И... Больше мне на это смотреть не нужно. Женщина, здравствуйте. Просто в гости. Три месяца в гости. Три месяца в гости. Это хорошо. Молодец. Волосы вьются. Волосы, ну, вьются. Но не прям уж сильно. Въезд вроде как... Ой, не въезд. Это разрешение действительное. Так, метр шестьдесят семь. Слушай, рост действительный или же нет? Совпадают. Хорошо. Сорок девять килограмм совпадает. Волосы вьются, вьются. Что-то там еще делают. Номер паспорта. ЕМТ. ЕМИ-5НТ. Шесть ХВВ. П... Не, п... Пять. Непонятно. Что тут еще? Двадцатые три месяца. Печать... Ты... А, подожди. Тесса. Тесса Марлов. Марлов Тесса. Правильно. Разрешите. Давай. Давай. Молодец. Все у тебя вроде как правильно. Следующий. Хрен он знает. Опа, здравствуйте. Отдайте мне шифровки. На. Езики. Прочесть срочно вернуть... А, срочно вернуть посыльному. Въезд разрешен только одному агенту. Мы не справимся без вашей помощи. Когда Ростовска только рождалась, орден взял на себя ту же роль, что и сейчас. Когда тирания придет конец, мы снова исчезнем. А кому въезд разрешен тогда? Одному агенту. А, одному агенту я его впустил. То есть я понял. Привет. 98 килограмм, 180 вроде похож. Хиггенхакан похож. Да, вроде тут даже не прикопаешься, поэтому почему бы и нет. Вроде не прикопаешься. Блядь, да что такое-то? Дата рождения. Неправильно в личной карте. Блядь, даже не подумал посмотреть в нее, понимаешь? Пару месяцев. Зачем-то он приехал. Подожди, зачем он приехал? В гости. В гости на пару месяцев. Блядь, вот тут невнимательность мое все. Просто мое все. На пару месяцев в гости. Хорошо. На пару месяцев в гости. Дата действительная. Номер паспорта совпадает. Говне. А. Гови Борджо. Борджо Гови. День рождения. Нормально. 170. 78. Неверный вес. Наверняка провозит контрабанду. Давай приготовим общие правила, чтобы можно было там сразу ему указать на все его недочеты, на все его неправильные поступочки. И отправить его в кутузку. Арест. Что происходит? Происходит арест. Пройдемте. Следующий. Ваши документики женщина. Такс. Хочу навестить друзей, то бишь в гости. В гости на месяц. В гости месяц. Женщина. Короткий кугрик. Метр семь. Что-то она явно... Да она плавает туда-обратно. Она присела только что. А, не. Метр семьдесят. Нормально все. А, печать вроде правильная. Аркадий. Хуй нахуй, Аркадий Георгиевич, подожди. Не, подожди. Аркадий, это не женское имя. В смысле, это... Твое имя? Серьезно? Это правильно? Это так и должно быть? Ты женщина? Данные совпадают? Ну ладно, совпадают так совпадают. Аркадий Григорьевич. Что-то здесь не чисто. Номер паспорта. Верный министерство въезда. Аркадий. Ну ладно, давай я тебя пущу. Как бы здесь вроде как бы все правильно. Седьмой так. Ну да, ладно. Счастливого пути. Если мне еще один штраф выпишут, я, блин, не выжил. У меня, прикинь, сколько недочетов за сегодняшний день только. Просто столько недочетов за один день. Это очень много. И мне уже штраф даже выписали. Цель поездки. Буду жить со своим мужем. То бишь, ты на ПМЖ. Въезд действительный. Это все действительно. Каре. 67 килограмм. 184. Ну, ты не 184. Ты как-то прям... Ты прям как-то не очень прям... Ну ладно. Так, женщина. Номер паспорта совпадает. Катька Придавкова. Катька Придавкова. Похоже. Немножко лупоглазненькое здесь. Ничего страшного. Типа... В чем проблема? Только проверю печать. Печать на разрешение на въезд. Вроде правильно. Вроде правильно. Хрен его знает. Заезжай. Заезжай. Ой, нет. Заезжай, живи. Мне кажется, еще один штраф сейчас будет, блять. Да, ну... Ну, денек все равно какой-то прям... Странный. Странный денек был. Так, мерзнут. Мерзнут, но не голодают. Поэтому почему бы и не сэкономить на еде. Штраф. Штраф вот это самое обидное. Штраф это обидно. Никогда не хочется получить штраф. Реорганизация в пограничных войсках. Министерства не могут поделить кадры. Большой спрос на квалифицированных солдат и охранников. Погода, политика бесплатна. Может, зарплату поднимут. Декабрь 8 число 82 года. То есть, скоро уже новые... Опачки, я че за ключик. Подожди, коты. Изменило порядок охраны внешнего периметра. Теперь вы обязаны реагировать на попытки незаконного проникновения через границу. Вам выдан ключ. Услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик с винтовкой, заряженной транквилизатором. Чего? Услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик. Короче, я ящик открываю по тревоге. За каждого остановленного нарушителя вы получаете премию. Если вы стреляете, но промахиваетесь, сумма снижается. Правило обращения с оружием. Изучите схему на следующей странице. По сигналу тревоги я открываю ящик. Взять оружие прицелиться и выстрелить. Времени будет мало, действуйте быстро. Разыскиваются такие-то люди. В принципе, ничего нового не пришло. Ну ладно, давай пойдем дальше. Да? Похож больно вот на него. Ты сдержал шестерых, вот. Ваш взвод переводят в тюрьму. А, наш. Премию все равно будут платить, так что давай это самое. Я сюда больше ходить не буду, буду заносить деньги тебе домой. Через день вечером. Пятнашечку прилетел. Смотри-ка, слушай, это хорошо. Пятнашечка это здорово. Следующий. Пошел время, пошло время. 12-часовой рабочий день начался. Цель поездки. Я сюда переезжаю навсегда. То бишь, ты переезжаешь на ПМЖ. Ну, почему-то ты мужчина. Мне кажется, что что-то здесь неверно. Мне кажется, ты мне что-то врешь. Досмотр давай-ка мы с тобой проведем. Печать верная, все правильно вроде как. У вас проблемы с документами. Арест. Вот че сказать. Кошмар. Ты вот серьезно, ты пришла сюда с какой-то надеждой что ли? Ты пришла сюда, зная, что у тебя неправильные документы и все равно. Так, а где ящик с оружием? Подожди, а где ящик с оружием? Пять секунд. Подожди, где ящик с оружием мне найти? Да какое несоответствие? Мне ящик с оружием нужно найти. Серьезно, а где я в него найти? Я не знаю, где ящик с оружием. Ты это понимаешь или нет? Может мне расскажут, покажут где-нибудь, нет? Или у меня будет какой-то по сигналу там что-то. Ладно, не буду париться. Пока что рано еще нам с тобой об этом думать. Так, подожди, мне нужно разрешение на въезд, пожалуйста. Не вижу разрешения на въезд, вот. Так, и зачем ты пришла? На ПМЖ. Да, со своим мужем на ПМЖ. Въезд действительный, внешние данные действительный. Рост 166, но плюс-минус. Да, Данила Масик. Масик, ты хорошая моя, ты... Ой. Ну, вроде у тебя все правильно. Так. Тут тоже вроде все верно. Женщина, Масик Даниэла. Так, печать верная. Ну, почему бы тебя не пропустить? Ты же так подготовилась хорошо. Возможно, даже подделала документы, но очень хорошо. Я не заметил, по крайней мере, никаких недочетов. Разве что, вот, не посмотрел вот сюда. Я здесь по медицинским показаниям. У вас не хватает документов. Ты что здесь делаешь? Подожди, я все понимаю, конечно, но нет. Отказать. За деньги даже не хочу тебе... Ну, не протянешь и не протянешь. На, вот, деньги возьми. Да, в смысле? Я не могу тебя пропустить. У тебя один паспорт только есть. У тебя даже направления от врача нет никакого. Вот, это правильно. Ты молодец. Работать будет здесь. Слушай, похож он очень на уголовника какого-то. Один месяц. Ты не похож на человека на фотографии. Не совпадение. Годы тебя не пощадили. Я понимаю, что тебя годы не пощадили, но давай, пожалуйста, отпечаточки мне. Данные совпадают. Ну и хорошо. Самое главное, чтобы совпадали данные. Остальное меня особо не волнует. Короткая стрижка, 90 килограмм, 184 рост. В целом совпадает. Номер паспорта вроде как действительный. Артур Корчинский. Артур Корчинский совпадает. Тоже все. Разрешение на работу вроде как тоже совпадает. Все даты вроде как совпадают. Все действительно. И почему бы мне такого человека действительно не пропустить? Проезжай. А что такое мужская стрижка? Я что-то не особо понял. Он же мужчина. В чем юмор мужской стрижки? Где уголовники все? Я постоянно напрягаюсь. Это снова я. Много инженеров попалось? Мне позвонили 4 человека, которые были инженеры-строители. Мне они ни к чему. Не нужны механики. Я же вам сказал. Ладно, сойдет. Последний оказался с головой. Спасибо за помощь. Блин, спасибо за монетку. Так, а что ты хочешь? А, ты хочешь проехать. 89, 182. Андрей Месов. А, Месов и Анегович. Вроде как бы все правильно. Ты даже на уголовника-то особо не похож. Да? Ну да. Да, вроде все верно. Почему я тебе не разрешу въезд? Счастливого пути. Слава Ростоцке. Шестерых я принял уже. День же, сколько ебать, кладите. Какова цель поездки? Я собираюсь здесь работать. Продолжительность визита целый год. Работа целый год. Это хорошо. Работа целый год. 85 килограмм, 178 рост. Да, в целом похоже. Даже действительно так. Это можно уже отложить. Аджи Амадо. Аджи Амага. Аджи Амадо. Да, все верно. Номер паспорта у тебя какой? Номер паспорта УМКР-8. УМКР-8. ФКУ-20Д. ФКУ-20Д. Похоже. Въезд действительный. Паспорт действительный. Фотография вроде бы как бы даже похожа. И в целом-то, думаю, тебя можно пропустить. Даже вот эта вот ерунда может быть, по-моему, без подписи. Если я не ошибаюсь, квадратная, она может быть без подписи. А вот эта ерунда, я не особо понимаю. Такая она должна быть или нет. Давай посмотрим. Разрешение на работу. Она не может быть такой. А, там подписаны МТ. Я не увидел просто МТ. Так, а вот это вот, да. Вот это вот, по-моему, тоже может быть. Разрешение на въезд. Да, она может быть без подписи. Квадратная может быть без подписи. Так что давай, въезжай. Въезжай. И, блядь, я даже не удивлюсь, если сейчас будет какая-нибудь ошибка. Ну, потому что. Потому что почему бы и нет. Игра не думает, что очень хорошо ко мне относится. Город-выдача, блядь. Ошибка. Вот это пиздец какой-то. Проверял, 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 проверял. Работа на полгода. Работа на полгода. Чего, блядь? Готов дело. И? Чё, его ещё раз надо пальнуть, нет? Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Сын болеет, нужно лекарство. Доступна квартира седьмого класса. Квартира 30, отопление 10. Можно, конечно, переехать в квартиру. И жильё будет стоить 30. Вот я не знаю, стоит ли это делать. Просто я вроде как хорошо сейчас работаю, но... Голод есть. Короче, никто не мёрзнет. Есть только это и это. Давай переезжаем. Почему нет? Да? Да. Инцидент в Грешнине. Граница на замке? Можно не сомневаться, граница будет нарушена снова. ОФ не приняла антигрианского разоблачителя. Ой, блин, ну вот это вот беда, конечно, что в меня тут это... Меня так подставляют, я прям не могу. Город выдача неправильный. Кто же мог подумать? При сигнале тревоги, применении оружия, это я понял уже. Этому я научился. Привет. Здорово. Я слышал, ты из Нирска? Нет, я не из Нирска. Я там вырос, но уже много лет не был. Не город, а грязная дыра. Как был, так и остался. Ха-ха, точно, я тоже его таким запомнил. Я Сергею, рад познакомиться. Я тебя буду охранять как следует. Ну, это хорошо, что ты меня будешь охранять. Лучше бы ты перепроверял за мной документы, было бы вообще отлично. Ну, поехали. Будем смотреть людей. Так, не похож. Цель поездки в Арстотску на ПМЖ. Хорошо. ПМЖ, номер паспорта совпадает. Вес совпадает, рост совпадает. В целом все верно, так и все хорошо. Вот выдано, якобы, вот неправильно у меня там было. Карта регионов. Антегрия. Я, блядь, буду теперь перепроверять. Сан-Мармера есть. Хорошо. Мужик. Мужик. Луис и Делегата. Луис и Делегата. И номер паспорта совпадает. А очки где? И на вас это не похоже. А как вы можете быть в этом уверены? Вот я тоже не знаю как. Без отпечатков никак я не смогу быть в этом уверенном. Не совпадение. Я не могу подтвердить ваши отпечатки, а? Видишь, какой я внимательный, блядь. Просто вот наивнимательнейший человек. Пройдемте. Вход не гарантирован. Это самое хорошее. Опа. Опа, дружок. Здорово. Език. Нападения на границы не имеют отношения к Езику. Ответственность лежит на неизвестных экстремистских группировках. Цель ордена подорвать работу коррумпированного центра, а не убийство невинных. Сегодня прибудет агент Езика. Его задача обнаружить экстремистов. Сегодня. Подожди, а как это? Подожди, как... А куда мне это надо наложить-то? Во, блядь. Незадача-то. Так, а все остальное где? Вы не думаете, что вы как-то маловато мне всего дали? Общие правила. Мне нужно как бы... А, ну Арстоцка хотя бы личную карту, пожалуйста. Так, 62 килограмма, 62 килограмма, 171, 171. Не очень сильно похожа она здесь. У вас внешность изменилась. Это старое фото. Давай отпечатки. Долго очень мы мучиться будем с этими вот людьми, которые просто вот... Не хотят нормальной фотографии. Если, кстати, отпечатки не похожи. Фотографии не могут поменять себе. И все это вот... Из-за них мы с тобой сидим и мучаемся. Зато много арестов. Нам придет премия и... Будем жить богатым. Ой. Навестить друзей? Несколько месяцев друзей навестить ты приехал, да? Опа. Дата-то неправильная. Обнаружено несовпадение. Нельзя выезжать с такими документами. Пожалуйста, пропустите меня. А как я должен понять, что тебя нужно пропустить? Мне кажется, что ты как-то... Не. До свидания. Что с языками делать, блядь? Я не пойму. Вот это вот солнце. Куда девать? Так. Работа... Работа... Насколько? На год. Работа на год. Ну, похож. Работа на год. Работа на год. Работа на год. Работа год. Мужик. Пердисвельт. Вот это вот так. Так, западный грештин. Номер паспорта совпадает. Все совпадает. 72 килограмма совпадает. 172. Но в целом тут плюс-минус. Вот это вот должно быть в любом случае с подписью. Так, у тебя неправильное разрешение на работу. Это факт. Потому что там должно быть... Там должна быть печать. Хуй. Именно на квадратной не должно быть печати. Короче, и там, и там на квадратах не должно быть печати. Хорошо. Лысый. Ну, не особо прям лысый, конечно, но с лысиной. Ладно, совпадает так совпадает. Так, ага. Это действительно, это действительно, это действительно. И это, собственно говоря, действительно. Ну, ладно, давай пропустим. Почему не пропустите? Я вроде как бы здесь все проверил. Хотя хуй его знает. Вроде правильно. Здравствуйте, девушка. Я пишу репортаж об условиях жизни в Арстотске. Сколько потребуется? Нихуя себе ты молодец, конечно. Подожди, а ты же ведь не местная. Поэтому, пожалуйста, давай-ка ты мне дашь все свои документы, которые необходимы. Я разве могу пропускать людей, которые просто вот пришли, пришли мне с пресс-картой с этой? Просто так вот, просто взять и просто и впустить. Кстати, у нее тут фотография не особо правильно, отзеркальная. Ты мне должна дать внешние данные. Я журналист. Да мне посрать. Я дал вам свою пресс-карту. Въезд для иностранцев. Я журналист. Я дал вам свою пресс-карту. Мне вот это не нравится. Я не хочу пускать. Это возмутительно. Почему мне отказано? Ваша пресс-карта не дает вам права на въезд. Это нарушение прав. Я не позволю вам надо мной издеваться, коррупционеры. Вы про это еще прочитаете. Да без проблем. Я выполняю свои обязанности. Строго по инструкции. У меня есть инструкция, я ей следую. Строительство... Работать он будет здесь. Паспорт где твой? Работа на два месяца. Погоди. Мне нужен паспорт. А что такое паспорт? До свидания. До свидули. Просто вот до свидули. Все. Не нужно мне здесь распинаться, стоять. Паспорта нет у него, говорит. Так. Блин, где все уголовники? Арстоцка. Блин, это тоже не уголовник. Где личная карта твоя? У меня такого и не было никогда. Ну, молодец. До свидания. Я человек простой, я тебе уже сказал. У меня есть инструкция, я должен по ней работать. Ни в коем случае я не буду допускать каких-то нарушений у себя. Опа. Все, 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 все. У вас интересное лицо, мне сказать нечего. Просто прям мгновенно заметил. Заметил мгновенно нарушителя. Пройдемте, пройдемте, пройдемте. Следующий. А вот и нарушители. Так, ты на работу, я так понимаю, да? Так, ладненько. Так, не похоже на работу на полгода. Работа полгода, это хорошо. Работа шесть месяцев. Номер паспорта совпадает с женщиной. Джонни Крокер. Крокер совпадает. Прическа КРС-180-63, 180-63. Так, здесь печать стоит, здесь печать и не стоит. Точнее, стоит, но и правильная даже здесь въезд. Правильно так. Истекший документ. Блин, у тебя так все хорошо. У тебя так все хорошо, за исключением твоего паспорта. К сожалению, мне придется тебе отказать во въезде. И я так и не увидел езиков. Вот езики, где были? Блядь, вот я их пропустил, походу, да, где-то. Через два дня день рождения вашего сына. Могу сказать только то, что мне от этого грустно, потому что придется тратиться на все-таки на подарок. Зарплата 55. Это много, кстати. Много зарплату большую стали давать. Пойти спать. Ну и давай на этом закончим, потому что уже сколько дней прошло? Много дней прошло. Миллион просто. Прямо неделю мы с тобой отжили. Почти. Импорт недоволен ограничениями в торговле. Граница Ростовский, Железный Занавец. Предвзятое отношение при выдаче виз иностранным журналистам. И в следующей серии мы посмотрим, что с журналистами будем с тобой делать. И спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в других видео, в других сериях этой игры. И подписывайся обязательно на паблик ВКонтакте, ссылка на который указана в описании. И всем пока.